В Белом доме объяснили слова Байдена о помощи для железного купола. США не делали Израилю уступок, когда предложили помочь в восстановлении системы ПВО «Железный купол». Это не является частью сделки по прекращению огня с сектором газа. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что США не намерены менять планы по оказанию Израилю военной помощи из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, президент сделал такое заявление, поскольку считает, что эффективность железного купола помогает спасать сотни жизней, заявила Псаки. По ее словам, Байден непоколебим в вопросе поддержки Израиля и его права на самозащиту. Ранее политика со ссылкой на источники заявляла, что администрация президента США Джо Байдена оказывает закулисное давление на Израиль для урегулирования конфликта с палестинскими боевиками в секторе Газа. Действия Вашингтона помогли предотвратить наземное вторжение армии Израиля. В то же время в Пентагоне заявили, что Израиль не запрашивал у США дополнительной военной помощи для проведения операций против палестинских группировок.